Добрый вечер. В эфире телеканала Репортер 73. Программа «Разберемся». В Ульяновской области продолжается вакцинация населения. 17 тысяч доз доставлено в Ульяновск 2 февраля. Еще 30 тысяч доз ожидается до конца этого месяца. Гамм-ковид-вак и спутник Ви. Это, как в том анекдоте, не две, а одна вакцина. К сожалению, сегодня это знают далеко не все, как и то, что именно вакцинация помогла не так давно остановить очень страшные болезни. И, как надеются медики, поможет остановить пандемию 20-го, а теперь уже и 21-го годов. Все, что хотели знать о прививках, но не знали, у кого спросить, разбираем сегодня с гостями нашей студии. Сегодня с нами Фира Амировна-Сайфуддинова, главный эпидемиолог Ульяновской области. Мария Александровна Дмитриенко, исполняющая обязанности директора Ульяновского областного медицинского информационного аналитического центра. Светлана Васильевна Андреева, заведующая поликлиникой номер 2 ЦК МСЧ. И Инна Борисовна Чегирева, заместитель министра здравоохранения Ульяновской области. Инна Борисовна, первый вопрос вам. Как в целом проходит вакцинация в Ульяновской области? Дайте, пожалуйста, оценку уровня министерства. В целом вакцинация у нас началась еще в октябре прошлого года. То есть самые первые дозы вакцин у нас поступили еще тогда. Большая часть вакцины начала поступать в декабре, январе и сейчас в феврале. То есть всего у нас уже вакцинировано 6300 человек на сегодняшний день. И мы начали вакцинировать уже из последней партии большой вакцин, это 17 тысяч. Ежедневно вакцинируется порядка 500 человек. Мы эти объемы наращиваем. И мы планируем, что где-то к 15 февраля мы выйдем на объем 800 человек в день, в сутки. Вакцинируются разные слои населения. Естественно, вакцинировать мы начали с тех, кто у нас стоит в наибольшей зоне риска и в первом приоритете по национальному календарю. Это медицинские работники. Дальше мы подключили работников образовательных учреждений. И как раз к концу декабря пришло разрешение на вакцинацию лиц старше 60 лет. Именно вакцина ГАМ-КОВИД-ВАК разрешена этой категорией пациентов. И поэтому начали подсоединять и желающих много именно из этой категории. Потом у нас лица есть с хроническими заболеваниями, социальные работники. В общем, перечень достаточно широкий. И хочу сказать, что сейчас уже больше прививается не медработников, а именно других категорий населения. Много заявок поступают из организованных коллективов. Это заводы, различные компании, банки, социальные учреждения, что, конечно, социальные учреждения у нас в приоритете. И все они будут планово, по графикам, охвачены вакцинацией. Спасибо вам огромное. Светлана Васильевна, вопрос теперь вам. Но вот количество доз я перечислил. Сколько из этого перепало, так сказать, в вашей поликлинике, и сколько уже успели реализовать? Какой запрос у населения, какая к вам стоит точка? Ну, с начала вакцинации мы получили 1795 комплектов вакцины. И на сегодняшний день вакцинировали 1495. То есть первый компонент получили 1495 человек. Второй компонент и закончили вакцинацию 235 человек. Спасибо огромное. Инна Борисовна, а вас устраивает, вот в принципе, я имею в виду как заместительного министра, но и в целом медицинское сообщество, устраивает вот эта скорость? 6300 привитых на сегодняшний момент, и вы говорите, по 800 потом можно будет прививать, но с миллион 200 тысяч населения в регионе. Кажется, как-то вот не очень большая. Или потом можно будет наращивать эту цифру и прививать там по 1200 человек, по 1500. Вы знаете, вот та доза, которая ожидается, то в принципе этой скорости будет достаточно, чтобы привить, ну, в ближайшие два месяца и зарасходовать эту вакцину. Безусловно, задача ставится очень сделать такую широкую прослойку привитого населения, порядка 60% от всей численности. Мы думаем, что когда все наши районные больницы и все наши пункты вакцинации будут полностью оборудованы морозильными камерами, сумками для доставки, там очень много нюансов для холодовой цепи, и сейчас все это, вот мы ожидаем поставку прям буквально со дня на день, то, безусловно, мы нарастим и будем прививать так же, как мы прививаем грипп. То есть мы прививаем грипп 60% населения, достаточно быстро. На грипп у нас уходит два месяца. Поэтому опыт такой есть. Это войдет в обычный глядер прививок, можно сказать. Да, да. И, безусловно, если будут изменения какие-то по холодовой цепи, то это, ну, наверное, нам задачу еще больше облегчится. Понятно. Спасибо вам за ответ. Мария Александровна, давайте теперь с вами пообщаемся. Записаться на процедуру можно электронно. Это вот один из основных таких достижений 20-го года. Мы теперь много что можем делать электронно, в том числе и запись на прививку. Насколько востребована эта услуга? Что нужно сделать для того, чтобы записаться? Через какие порталы, сервисы? Ну и, возможно, если какие-то накладки появляются, о которых вам известно, как эту проблему решить? Основным источником записи на вакцинацию у нас является единый портал государственных услуг. Также можно записаться по телефону в регистратуру, либо при личном посещении своего терапевта-участкового. Соответственно, граждане, если хотят записаться на вакцинацию, они заходят в свой личный кабинет на портале государственных услуг. Там внедрена с 18 января специальная такая услуга. Гражданин записывается, выбирает свою медицинскую организацию, выбирает дату и время, и, соответственно, приходит уже в назначенное время. В случае отсутствия свободных слотов на запись, то есть нет свободной даты, либо времени, там есть такая функция, как лист ожидания. То есть после того, как гражданин... Электронная очередь. Ну, грубо говоря, да. То есть после того, как гражданин попадает в лист ожидания, этот лист ожидания попадает уже в саму медицинскую организацию, в которой он прикреплен, и по мере поступления самой вакцины с ним будут медицинские работники, ну, ответственные лица созваниваются уже и приглашать его на конкретную дату и время. В то же время сам гражданин может отслеживать статус вот этого его обращения для включения в лист ожидания через такой сервис, такое мобильное приложение, которое называется POS-жалобы. Ну, то есть платформа обратной связи, жалобы. То есть там зарегистрировано, номер есть у этого заявления, то есть он отслеживает, на какой у него статус. Хотя это и не жалобы, да? Ну, это... Это дополнительная опция платформы. Да, это обращение. Такой момент. А вот вы сказали, что отдельно прописан этот механизм на госуслугах. Это хорошо видная опция сразу со стартового экрана или нужно проделать какие-то манипуляции, чтобы ее найти. Ранее, ранее, когда настраивалось именно расписание для записи на вакцинацию через портал госуслуг, она была в рамках записи на прием к врачу. Но Министерством цифрового развития с января поменяли, грубо так, в кавычках, рельсы, по которым происходит запись. То есть вы открываете прям стартовую страницу портала государственных услуг, и сразу там сверху будет уведомление о том, что запись на вакцинацию, запишите на вакцинацию себя и своих близких. Спасибо вам огромное. Фиромир, к вам. Ну, смотрите, вот Инна Борисовна говорит, что, в принципе, нормально это количество человека. Потом мы выйдем вообще в нормальную динамику, сравнимую с гриппом. Тем не менее, люди часто отказываются делать вакцину. Тем более, сейчас у нас дело добровольное. Ну, во-первых, ваше отношение к добровольности. Если у нас же мы говорим об эпидемии глобальной, не стоит ли вернуться к старому советскому порядку, когда нужно было делать это обязательно. А, во-вторых, ну, в общем-то, а как подтолкнуть, как стимулировать людей, не читать какие-то страшилки в интернете, а обратиться к официальным источникам, где все четко по полочкам разложено. Ну, я хотела бы сказать, что, по правде, если слушать население, ну, вот как по слухам, то многие очень боятся прививаться. Считают, что эта вакцина неэффективна, что она вызывает очень много побочных эффектов. Но на самом деле, учитывая уже работу именно по вакцинации и анализ вообще работ, которые вообще проводились в вакцинации у нас в Российской Федерации, то идет почти выработка антител после первой прививки. И, то есть, на настоящее время спутник ВИИ, вот эта вакцина, гамма-ковид, она эффективна, и даже вот 100% дает она иммунитет после проведения. И я считаю, что именно необходимо провести вакцинацию именно вот этого возрастной категории, больше 60+, и люди вот именно, которые в группу риска входят. А как там простимулировать этих людей? Ну, простимулировать, ну, мне кажется, все равно нужно больше, наверное, информации давать населению, потому что люди, ну, грубо, пенсионное население, то есть кто-то хочет вакцинироваться, а кто-то очень негативно слухи распространяет. Опять вот эти фейк-странички тоже мне попадались, в интернет запускали. Но вот все равно нужно больше давать информации населению. Спасибо огромное. Индорес, давайте прямо сейчас дадим. Но вот вакцина двух компонентов. Ну, давайте так, во-первых, у нас только гамма-ковид-вак, она же спутник ВИИ, в России больше вакцины никаких нет. Нет, в России еще есть вакцины. В Ульяновской области поступила гамма-ковид-вак. Есть еще разработанные, зарегистрированные вакцины эпивак-корона. Они немножко по своему, ну, такому биотехнологическому строению немножко разные, эти вакцины. Ну, конечное действие у них одно. Это защита иммунитета. И разрабатывается уже на выходе еще третья вакцина. Вот, поэтому в России в целом сейчас используются две, но более массово, и она более раньше зарегистрирована, это гамма-ковид-вак. И хочу сказать, что именно гамма-ковид-вак разрешена к применению для лиц старше 60 лет. У эпивак-корона пока такого в инструкции нет. На гамма-ковиде остановимся, она двукомпонентная. Да. Сразу возникает вопрос, почему? Вот если школьный учебник вспоминать, я, может быть, сейчас ошибусь, но примерно там написано, что вакцина состоит из-за слабленного, значит, возбудителя заболевания, который вводится, организм иммунной системы успешно его побеждает. Вот применительно, значит, к спутнику ВИА, она же гамма-ковид, это правильное утверждение? Двукомпонентная имеется в виду, что она вводится в два приема. Она, ее, как бы вот, доза конечная, это первое введение и второе введение. То есть вакцинация считается завершенной после второго введения. А если говорить о ее составе, этой вакцины, то она состоит из ослабленного аденовируса, в который внедрен ген, частичка генотипа коронавируса. И вот этот аденовирус, он лишен возможности к размножению, то есть он живой, он ослабленный, он не размножается, но в составе этой вакцины нет живого коронавируса. Есть только маркер, на который работает генеральная система. Это самое главное заблуждение, что население, некоторые граждане думают, что там живой коронавирус. То есть в вакцине нет живого коронавируса. Поэтому человек, который привит этой вакциной, он не опасен для окружающих. У него у самого нет риска от вакцины заболеться, заразиться. Ему не нужно соблюдать никакую самоизоляцию, потому что он не получает в себя живой коронавирус. Коронавирус. Между первой и второй, как говорится, между первой и второй дозами этой вакцины можно ли подхватить коронавирус, чисто теоретически? Ни одна вакцина не дает 100% гарантии от заболевания. Поэтому, естественно, маски нужно носить. И тем более, сделав первый компонент, иммунитет вырабатывается, но еще не находится на том уровне, когда человек уже может себя более-менее безопасно чувствовать. Окончательный иммунитет сформируется после второго компонента. После второго компонента окончательный, но тоже не 100%. Гарантии 100% от любой вакцины нет. Но при этом в масштабе популяции мы улучшаем ситуацию в разы. Хорошо. Еще один момент, который тоже вопрос, который хотелось бы вам задать. Вот инфраструктура все-таки особенная должна была быть создана под вакцину. Она имеет какие-то требования определенные. Нужно было и хранилище, насколько я помню, создавать ей там способы перевозить ее, потому что нужны холодильники. Вы обеспечены в полном объеме, ваше лечебное учреждение всем необходимым. И что потребовалось для того, чтобы, так сказать, соответствовать новым веяниям времени? Вакцина должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов. Для этого созданы все условия в поликлинике. У нас существует морозильная камера для хранения. Ее температура снижается до минус 20 градусов, не повышается выше минус 18. И также у нас есть термосумки с хладоэлементами, которые используются для перевозки вакцины из аптеки в лечебное учреждение или из лечебного учреждения в организацию, где мы проводим вакцинацию. Ну вот это, кстати, вопрос, который тоже, Инна Борисовна, вам опять, наверное, да? Вот передвижные пункты, то есть вакцину можно взять, куда-то отнести и там ее проколоть. Да, используется ли такой способ? Кто это? Кто эти люди, которые получают вакцину так на выходе? Возможно, это инвалиды, я так думаю, да? И кто-то еще? Вакцину можно использовать мобильными бригадами. Вакцина может транспортироваться в термосумках с хладоэлементами и размораживаться уже на месте, туда, куда приехала эта мобильная бригада. Мобильную бригаду удобно использовать в больших коллективах, когда проще и удобнее выехать в коллектив, нежели большое количество людей, направлять в поликлинику одномоментно для того, чтобы они привились. И отдаленные населенные пункты. Для районов удобно использовать мобильные ФАПы, которые были как раз закуплены в прошлом году. И достаточно большое количество пришло в декабре 2021 года, 2020 года по национальному проекту здравоохранения. 21 ФАП имеется в каждом, практически в каждом муниципальном образовании. 21 ФАП новый, и до этого у нас еще были. Поэтому в каждом муниципальном образовании. То есть, имея термосумку, загрузив ее в ФАП, доехать можно до самого отдаленного села. Да, но это очень важно, особенно отдаленные селы. Они-то в электронную очередь никак не встанут, правильно? Ну, могут они встать, но они могут также записаться еще по горячей линии 122 на вакцинацию. Да, спасибо вам за ответ. Мария Александровна, к вам возвращаемся. Как раз-таки по работе портала Госуслуги. Смотрите, ситуация совершенно реальная. Моя коллега записалась через Госуслуги на вакцинацию в Ульяновске в определенном медицинском учреждении. А потом решила что-то уточнить по 122, рассказала эту историю. Я вот, например, в ЦК и МСЧ, и сказали, вы не можете, вы приписаны к другому медицинскому учреждению. То есть, вот накладка. И ее как решить? Кто тут прав? Тут 122 правы или Госуслуги правы, которые зарегистрировали человека не туда, куда нужно? Ну, смотрите, служба 122, которая в настоящее время у нас работает в регионе с ноября 2020 года, она принимает обращение граждан по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Соответственно, вакцинации тоже входят в их полномочия для приема. Они фиксируют обращение граждан и в любом случае передают их в министерство. Министерство, зная прикрепление гражданина, соответственно, распределяет его по учреждениям, ну, в соответствии с прикреплением гражданина. В случае, если гражданин, когда записывался на вакцинацию, и он видит, что в его медицинской организации, к примеру, нет свободных слотов, да, он либо может записаться в лист ожиданий, либо выводить любую медицинскую организацию и сделать там вакцинацию. Любую. То есть здесь была ошибка оператора 122. Видимо, какая-то недоработка. О страшном, Инна Борисовна, смертельные случаи, связанные с прививкой. Все же боятся побочек различных, но и самая страшная побочка – это безвременная кончина. Есть ли они на территории региона, эти случаи, и в масштабах всей страны, как все это выглядит? Нет, не зарегистрировано. Ни в Ульяновской области, ни в Российской Федерации. Ну, давайте тогда о побочных эффектах. Я думаю, этот вопрос мы начнем с Ланы Васильевны разбирать, потому что, как бы, частные случаи. Вы отвечаете за целую поликлинику, к вам люди приходят, вакцинируются. Побочные эффекты, о которых они вам сообщают, например, что можете отметить особо? Ну, естественно, как и после любой прививки, после коронавирусной прививки, также имеются ранние побочные эффекты. Они допустимы, они описаны в инструкции коронавирусной вакцины. Это возникновение в первый-второй день гриппоподобного состояния. Это может быть озноб, повышение температуры, мышечная боль может быть, головная боль. Ну, и боль в месте введения вакцины – это верхняя треть плеча, дельтовидная мышца. Серьезных побочных эффектов зарегистрировано за этот период не было. А эта процедура, Эндарисан, эта процедура, так скажем, постановки прививки, она не очень длительная ведь, да? Нет, она не длительная. Если сама инъекция, то она совершенно быстрая. Да, я просто почему спрашиваю, потому что вот вы сказали, что 5 доз в одной, значит, тампуле, будем так говорить, да, и есть инструкция. Наверняка она там одна, их не 5. Может быть, раздавать вот эти инструкции каким-то образом, то есть каждый раз напоминать. Есть памятки отдельно для пациентов, они тоже разработаны на уровне Минздрава Российской Федерации, и они раздаются. То есть инструкция пациентам, она, наверное, не нужна сама для препарата. А памятки, да, им раздаются. В памятке написано, какие могут быть побочные явления, как идет самоописание процесса вакцинации. То есть чтобы было понятно, что ожидает пациент и сколько времени он примерно пройдет в поликлинике. Пациент осматривается врачом перед вакцинацией, он заполняет анкету и заполняет информированное согласие на вакцинацию. Если нет никаких у врача сомнений о наличии противопоказаний, то пациент направляется на вакцинацию, и потом после вакцинации полчаса еще сидит под наблюдением в поликлинике. Поэтому я так полагаю, что час у него уходит на этот процесс точно. Мне кажется, на этих памятках обязательно должно быть написано «почитай сам, передай другому», то есть чтобы информация постоянно распространялась. Хорошо, это то, что касательно побочных эффектов от прививки. А, скажем так, кому какие противопоказания прописаны? Потому что мы знаем, что нельзя колоть раньше 18-ти, и на первых этапах даже не кололи людям старше определенного возраста, потом разрешили. Но есть список людей, с которым все-таки противопоказано, кто это. Да, вы верно сказали. Детям эта прививка не делается. То есть возраст до 18 лет является противопоказанием. Также противопоказанием является беременность и период грудного вскармливания, наличие сопутствующих заболеваний хронических, если они в период обострения. То есть если обострилось какое-то хроническое заболевание. И если какое-то инфекционное заболевание у пациента, то тоже в этот период вакцина не делается. Делается она через 2-4 недели после того, как оккупируются все явления заболевания, выздоровеет пациент или в ремиссию войдет. Спасибо вам за ответ, Феромировна. И вам такой вопрос. Если мы болезнь примем за минус, а прививку за плюс, то все мы знаем, что плюс на минус даст нам минус. Если человек переболел коронавирусом и не знает об этом, он приходит, сейчас мазок не берут же, правильно, перед тем, как колоть вакцину, и ему колют этого актива, чем это может аукнуться? Будут ли здесь какие-то страшные последствия? Ну, вообще ранее в инструкциях были указываны, что нужно исключить заболевание, инфекционное заболевание у данного пациента, который хочет вакцинироваться. Раньше мы брали мазок на ПЦР, на РНК исследований коронавируса. И брали еще антитела, чтобы узнать, может, человек переболел в какой-то стертой форме. То есть многие же... Вот сейчас мы проводим скрининг перед вакцинацией. Это среди медицинского персонала мы это проводим. Мы сдаем скрининг на антитела. И у многих, которые не знают факта, что они переболели ОРЗ, у них не было, но антитела очень высокие. То есть говорят о том, что все-таки они перенесли данную инфекцию. Конечно, когда мы это знаем, мы... И есть критерии. Критерии, где стойкий иммунитет, где мало антител. То есть там в зависимости от той системы, которая используется при определении антитела, там разные свои показатели. Поэтому сказать сейчас однозначно какую-то цифру невозможно. Но если у кого высокие антитела, конечно, не показана данная прививка. Вы знаете, что есть и гуморальный иммунитет, когда мы антитела, а есть клеточный, который мы определить не можем. Но говорят, что если когда у нас гуморальный иммунитет уйдет, антитела исчезнут, у нас еще работает клеточный иммунитет. Якобы она нас спасает от этой инфекции. Но на данный момент при массовой вакцинации определение антитела не требуется. И поэтому, собственно, люди, которые будут вакцинироваться, уже мы не будем интересоваться, есть у него какие-то показатели или нет. Хорошо, Балийка, это понятно, но я, наоборот, точно у вас. То есть раньше было нужно, а теперь нет. Почему так изменились? Ну, это прям было на самом первом этапе, когда вакцина только, ну, как бы вошла в оборот, и первые инъекции были. Я думаю, что это была такая перестраховка. Перестраховка все-таки на всякий случай. Да, да. Четко разъяснено, что никаких дополнительных анализов перед вакцинацией не требуется. Только анкетирование. В анкете пациент пишет, в том числе на вопрос отвечает, было ли у него в последние две недели какие-то проявления инфекционного заболевания или знает ли он о контактах с больным инфекционным заболеванием. И только в этом случае его направят на тест на ПЦР-мазок. Во всех остальных случаях это не делается, это не требуется. И если пациент переболел, не знает об этом и придет на вакцинацию, ничего страшного не случится. Но если гражданин знает, что переболел, то он не подлежит вакцинации. Спасибо за ответ. Фера Мировна снова к вам. Вакцинация проходит первая доза, вторая, и потом ковидные паспорта. Слышали, да? Если уж мы о слухах-то заговорили. Ковидные паспорта сейчас тоже этим всех пугают. Без них якобы никуда. А что это такое на самом деле? Действительно ли нужно его получать? Где его можно получать? Ну, ковидные паспорта, грубо возражаясь, если мы через госуслуги себя записываем на запись или кто провел вакцинацию, по сути дела они ведут дневник в своем самонаблюдении. Там как бы он проводит ежедневный дневник самонаблюдения. И в конце там выдаются на портале госуслуг этот паспорт. Но паспорт, он с кодом. И когда этот паспорт нужен, когда, например, вахтовики, они выезжают на другие территории на работу, и, соответственно, им нужны уже сейчас, просят, чтобы люди были или с иммуноглобулем ИДЖИ, то есть кто переболел, а кто не переболел, значит, тоже должен привиться. И, соответственно, вот этот ковидный паспорт они показывают, и человек приглашает на работу. И зависимо, сейчас опять слышали, что сейчас люди некоторые боятся вакцинировать. Все равно очень много народа, который боится вакцинироваться, ну, не знаю, чем они думают. И, соответственно, они хотят купить вот эти паспорта. И через интернет-сайт. Ну, вот, как вот говорится, что вообще говорят, что можно приобрести. Но, опять же, эти паспорта, они фиктивные. Поэтому, то есть их проверить очень можно легко. То есть человек, который принесет этот паспорт фиктивный, он где-то его купил, этот код, они проверяют, то есть на работе этой организации, и этот код уже не рабочий. То есть это говорит о том, что паспорт фиктивный. Но он либо выдан, либо еще не выдан. Да, да, фиктивный паспорт. Но в настоящее время, еще помимо того, что вот на госуслугу выдают такой электронный паспорт, еще выдают или сертификат профилактический прививок, то есть в наличии, если лечебное учреждение это есть, или лист, где говорится о том, что именно такая прививка проведена, и, соответственно, вот так вот. Спасибо вам за ответ. К словам Василий, тогда возвращаясь, лист, сертификат, что вы даете вы, и равнозначен ли этот документ вот этому вот паспорту, который выдают на госуслугах? Ну, после второго этапа вакцинации выдаются пациенту выписка из прививочной карты, которая содержит все данные о вакцине, персональные данные, когда была сделана вакцина, за подписью и печатью лечебного учреждения. Либо мы вносим данные в прививочный сертификат, который пациент приносит с собой, имеет его с детства, и также вносится все данные о вакцине и когда она была сделана. Потом с этой бумагой что можно делать и что нужно делать? Использовать ее для поездок, для предъявлений туда, где она потребуется. Хорошо. Есть еще один вопрос, который, мне кажется, нужно рассмотреть. И такие ситуации просто возникают на самом деле. Но не знаю, кому вопрос задать. Давай еще сформулирую, посмотрим. Человек делает вакцинацию в одном регионе. Например, в Москве он работает по вахтовым методам, и работодатель говорит, что тебе нужно пройти. Получает дозу. После чего у него выходит срок пребывания, например, ему нужно ехать домой. И как раз в этот момент выходит срок, когда ему нужно колоть вторую дозу. Как быть? Проколит ли ему вторую дозу, например, в Ульяновской области? Или ему нужно возвращаться в Москву? Вы знаете, таких вот четких разъяснений мы не получали. Хотя, да, регионы такие вопросы задают. У нас было два таких обращения. В первую поликлинику сделали эти граждане первую вакцину в Москве. И по каким-то обстоятельствам они вынуждены были вернуться в Ульяновск, а вторая вакцинация как раз выпадала на период пребывания их в Ульяновске. Дело в том, что вакцины приходят комплектом первая и вторая доза. Поэтому, конечно, сложно будет прививать таких граждан, если их будет много. Но так как у нас, ну так скажем, была свободная вторая доза в количестве как раз двух, этим гражданам сделали вторую вакцинацию здесь у нас в Ульяновской области. То есть, в принципе, это возможно при наличии вакцины, наверное, при уже таком большом обороте вакцин в медицинском учреждении. Мне кажется, время продумать эту систему еще есть. Наверное, на портал госуслуги будет внесена такая тема. Хорошо, Светлана Васильевна, вам вопрос. Вот как раз вторая доза, которая осталась, да? Она может совершенно по разным причинам остаться. Человек может, например, забыть или там какие-то любые другие обстоятельства. Что с этой дозой произойдет, если человек не обратится за ней? Вы будете его искать? Вот не пришел назначенный срок. Или не будете? Или она уничтожается? Что происходит? Естественно, мы людей оповещаем о том, что им подлежит вакцинация вторым компонентом. Мы напоминаем. Да, были случаи, заболел человек, уехал, просто забыл. Мы, конечно, напоминаем. Встречаются единичные случаи, когда человек после первого компонента заболел коронавирусной инфекцией. Тогда в таких случаях, конечно, эта доза может использоваться в случаях, о которых только что сказала Энн Борисовна, либо мы ее будем списывать. Хорошо, спасибо огромное. Ну вот, наверное, еще, Энн Борисовна, по нетранспортабельным больным тоже вопрос задам. Инвалиды – это одно. Инвалиды – что называется рознь. Человек может добраться до медучреждения, получить вакцину, кроме тех, кто лежачий. Что делать с ними? Мы будем их как-то вакцинировать или не будем вакцинировать? Какой-то план, прогноз действия есть у министерства? В настоящее время вакцинировать на дому невозможно. Ну, во-первых, вакцина требует и условий особых, требует потом наблюдения с противошоковыми при необходимости мероприятиями в лечебном учреждении. И вакцина, которая к нам поступает, она в одном флаконе 5 доз на 5 человек. Поэтому вакцинировать достаточно сложно на дому, пока мы этого не делали. Рекомендаций каких-то операционных процедур или инструкций нам не поступало. Спасибо вам огромное за ответ. Ну что же, я думаю, что на этом мы остановимся, потому что основные вопросы проговорить мы успели. Если у вас, уважаемые зрители, что-то осталось в голове, что здесь не прозвучало, вам обязательно нужно это знать. Есть телефон 122, может, я думаю, и в министерство обратиться в любое медицинское учреждение по месту вашей прописки на госуслуги, но и главному тимеологу, сам Бог велел, позвоните, пожалуйста, феромирование, свяжитесь с ней и узнайте, почему все-таки вакцинация это очень важно и нужно, не нужно ее избегать. Я благодарю, дорогие гости, за участие в нашей программе, вас, уважаемые зрители, за внимание. Всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова